Привет, друзья! Это Ньюсейдр, я Александр Кушнарь. Украинские военные уничтожили на восточном направлении еще одну высокоценную радиолокационную станцию России «Зоопарк-1». Это произошло всего лишь через несколько дней после ликвидации аналогичного оборудования в этом же регионе Украины. Оба раза выявить вражеский РЛС помогла 15-я бригада артиллерийской разведки, и оба раза атаки произвел экипаж Хаймерса с одинаково успешным результатом. На этот раз точный удар пришелся практически в саму машину. 400 элементов в боеголовке М30 не оставили ей шансов. Как видите, мощнейший взрыв произошел как раз там, где стояла вот эта самая машина «Зоопарк-1». Она, конечно, не взорвалась, там нечему детонировать, но то, что она более не функциональна, это факт. Каждая такая бандура по разным оценкам стоит от 10 до 25 миллионов долларов. Выпуск такого оборудования в условиях ужесточающихся санкций – непростая для России задача. Выбытие из строя сразу двух «Зоопарков» за неделю, а точнее менее чем за неделю. Причем, как можно понять в одном и том же районе, это существенное ухудшение возможностей врага выявлять украинскую артиллерию. Сама артиллерия является ключевым орудием вот этой войны, а следовательно, любое ослабление в этой сфере негативно сказывается на соответствующей стороне. Вот почему выявление и уничтожение таких средств, как «Зоопарк-1», то есть станции контрбатарейной борьбы, это чрезвычайно значимая задача. Меньше таких средств на вооружении захватчиков – больше артиллерии УВСУ, а больше артиллерии УВСУ – это больше мертвых захватчиков. Особенно верно это звучит в отношении Донецкой области, где как раз и была поражена только что парочка вот этих зоопарков. Ведь именно на Донецком направлении саранча прет как на праздник и заканчивает своей бессмысленной жизнью, словно мотыльки у костра. Несмотря на ряд алармических заявлений со стороны именно проукраинских наблюдателей, ситуация для России на этом направлении является чрезвычайно тяжелой, пусть даже она и наступает. Накануне в своем материале я рассказывал, в чем заключается нынешняя стратегия главкома УВСУ Александра Сырского и его команды. Сырского, который уже продемонстрировал способность удивлять. Я, разумеется, имею ввиду Курскую операцию, подготовку к которой никто, ни на Западе, ни в первую очередь, конечно, сама Россия не смогли обнаружить. В чем же заключается суть этой стратегии на Покровском направлении со стороны УВСУ? А заключается она в том, чтобы вынудить противника наступать в невыгодных для него условиях, таковыми точно не являются поля, там ему наоборот удобно наступать, и таковыми точно являются крупные населенные пункты, подготовленные для обороны. Один из таких населенных пунктов, название которого многие скоро выучат так же хорошо, как и того же Часова Яра, это Селидово. Речь идет об одном из тех городков, которые призваны сдержать наступление оккупантов на пути к главной их цели, Покровску. Всем ясно, что Россия, чьи войска несут страшные потери и при этом даже не отходят на отдых, сточатся здесь. Но как быстро? Вот что сказал сегодня по этому поводу известный украинский телеграм-канал «Говорят Снайпер», который ведет украинский боец с позывным «Осман». По его словам, в Селидово врагу, вопреки различным, кстати говоря, заявлениям, зайти не удалось. Украинцы уничтожают штурмовые группы сбрасываемыми гранатами и ФПВ. Более того, он высказал уверенность, что интервенты надолго застрянут у подножия Селидова. Цитирую. «Очень хорошо отрабатывает наша техника», заявил он, отметив, что бои сейчас идут круглые сутки, а враг подтягивает к этому участку очень много сил. Его выводы согласуются с короткой сводкой от офицера ВСУ с позывным «Алекс». На своем канале под названием «Офицер» он написал, что ситуация под Селидово в реальности выглядит лучше, чем на картах Дипстейт. «Обстановка сложная, но пока сдерживаем врага», говорится в его сообщении. На днях можно было встретить слухи о том, что диверсионно-разведывательные группы россиян уже действуют в Селидово. Однако свежие данные от действующих на земле украинских военных рисуют иную ситуацию. По всей видимости, никаких россиян действительно в Селидово нет и, будем надеяться, они там не появятся. Начинается как раз то, о чем мы предупреждали в последнее время. Агрессоры, несущегося с горы, собираются поймать на виллы, установленные у подножия этой горы. Открывается сезон большой мясорубки, где задача ВСУ будет держать оборону в целом ряде городков перед Покровском, ну и в самом Покровске, чтобы сточить как можно больше живой силы. Вот той самой живой силы, которая является для Кремля единственным его реальным преимуществом перед Украиной. В условиях чрезвычайно низкой терпимости России к потере. Нет саранчи, нет и преимущества. Примеров того, как именно это происходит, просто море. Не все попадает на видео, и не все мы можем показать здесь. Я говорю, конечно, об уничтожении именно личного состава россиян. Но такие эпизоды, вот как тот, что вы видите сейчас на своих экранах, являются общедоступными. Итак, место действия соседнее с Селидова-Маренко, где штурмы противника ненамного уступают тому, что мы видим под Покровском. Украинский ФПВ «Камикадзе» по цене не более тысячи долларов уничтожает самый передовой из всех имеющихся танков России. Т-90 прорыв стоимостью 4 миллиона долларов. Обратите внимание на то, что с ним происходит после попадания вот этого самого ФПВ. Его просто разрывает на куски, как какую-нибудь легко бронированную коробку, начиненную огромным количеством боекомплекта и топлива. Таких финалов российской военной техники мы видели уже множество. Однако одно дело, это огненные шары, на которые расходятся старые Т-72. И другое, это полная нигиляция так называемого самого современного Т-90, который россияне любят превозносить в качестве своего лучшего танкового продукта, который, кстати, выпускается в очень и очень ограниченных количествах. Получается, что сменились целые поколения танков, а у русских так и не появилось гарантированно безопасной для экипажа тяжелой танковой штурмовой машины. То есть ни один из российских экипажей по-прежнему не может рассчитывать на то, что если он забирается в танк как угодно, Т-62, Т-72, Т-80, Т-90, то у него нет шансов погибнуть при ударе. Все ровно наоборот. В нынешних условиях доминирования украинских FPV на поле боя высока вероятность того, что поездка на любом из российских танков, включая вот те же Т-90, это билет в один конец. Пусть Т-90 и предлагает чуть больше возможностей для наступления по сравнению с предыдущими поколениями российско-советских танков, но его уязвимость в виде неадекватно расположенного боекомплекта ничем не отличается от какого-нибудь Т-72 и поэтому обнуляет все сильные стороны Т-90. Итог мы видим. Экипаж, как всегда, едва ли выжил при таком взрыве. Интересно и то, что не спас Т-90 в данном случае даже мангал. Дроновая огненная струя прожгла его так, как будто и не было какой бы то ни было минимальной защиты. Что ж, это в очередной раз подтверждает на самом-то деле бессмысленность подобных наваренных конструкций именно против FPV. То есть мангалы могут еще защитить как-то от сбросов, но не от пробивной мощи боезарядов украинских FPV нынешнего поколения. Но на этом пути он пожертвовал уже более чем 12 Су-25, по крайней мере по официальным данным. Но что очень важно, здесь не только официальные заявления генштаба ВСУ. Здесь самое главное это видео сбитие такого самолета. На ваших экранах момент поражения Су-25 на Краматорском направлении, где, как всегда, этот Су шел в паре с другим. По одному из них было зафиксировано попадание. Поражение двигателя привело к стремительному снижению высоты. Конец неизбежен и для машины, и, по всей видимости, террориста внутри нее. О судьбе летчика не сообщается, но я думаю, что он не успел покинуть кабину. Ведь он, как обычно, шел на своем Су-25 слишком низко над землей в стремлении избежать удара ПВО. Но не избежал. Потому что от ПЗРК не спрячешься, если уж попал в прицел. Таким образом, и шансов у летчика на спасение было немного. Он просто не успел бы катапультироваться. По крайней мере, я так полагаю. В прошлый раз он успел катапультироваться буквально за несколько секунд до того, как самолет рухнул на землю. Что ж, в ближайшее время мы увидим много таких и многих других аналогичных кадров со взрывами и самолетов, и танков, и БМП. Мы увидим колоссальные потери россиян. Россия потеряет все, что у нее есть. Самые боеспособные свои подразделения и огромное количество техники, которой и без того у России остается сейчас лишь половина от прежних советских складских запасов, друзья. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Напомню, мы сейчас ведем сбор в пользу спецгруппы Главного управления разведки Украины. Этой группе требуется автомобиль. Пикап 4х4 и с 11 тысяч евро собрали уже более 7 тысяч евро. И, таким образом, если вы хотите как можно быстрее помочь бойцам получить этот пикап, пожалуйста, можете переводить свои пожертвования в пользу благотворительной организации Hoplon Foundation в Литве. Ее реквизиты я даю в описании к этому видео. Банковский счет, а также PayPal счет. Если вы хотите поддержать наш канал, вы можете сделать это через ресурсы, ссылки на которые, опять же, найдете в описании. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube, введя отдельный кнопок под каждым нашим видео. Отдельное спасибо Игорю Исковичу и его компании SDL в Соединенных Штатах. За последние несколько недель Игорь и его компания перевели нам не менее 5000 долларов, в том числе вот в рамках этого последнего сбора, который он в значительной степени и помогает нам закрывать его. Тем, кто развивает свой бизнес, тем, кто открывает бизнес, у кого стартап, вы можете обращаться за услугами к аналитической компании SDA Игоря Исковича. Доктор Игорь Искович и его команда помогут вам с любыми аналитическими аспектами, если вам нужно сделать прогнозы развития вашего бизнеса, и если вы заботитесь о том, чтобы ваш бизнес рос оптимальным. Ссылку на сайт этой компании я даю в описании к этому ролику. Ну а сейчас хорошая новость. Отчет от нас с Жилинсом Святоюсом, волонтером из Литвы, с которым мы и основали организацию Хаплон Фаундейшн. Жилинс закупает и отвозит оборудование, на которое вы помогаете собирать пожертвования. И так, на ваших экранах это вот то, что Жилинс уже в ближайшее время повезет в Украину. Однако это не все оборудование, он еще загрузит туда много чего другого. Ну вот среди прочего вы можете увидеть там и лопаты, и вот в частности три зарядные станции для бойцов из 47-й бригады. Жилинс, расскажи, пожалуйста, что у нас в этой машине? Так уже вы видели, что у нас там больше 100 лопаток, километры кабеля в окопы, скотч армированный, перчатки, вот три аккумулятора эти станции для электричества, когда генератор не работает, либо нельзя использовать, если слишком шумно. А завтра еще забираю 50 светильников диодовых, они тоже поедут ребятам на позиции. Вот, в принципе, все. Спасибо огромное. Что ж, друзья, благодарю вас всех, кто помогает вооруженным силам Украины и ГУР Украины, потому что ваша помощь спасает жизни. Низкий поклон тем, кто помогает Ньюсейдеру. Ваша поддержка обеспечивает нам возможность работать дальше с нынешним качеством и в нынешнем темпе. Мир и здоровья всем. До скорого.